Звёздное небо Невооружённым глазом в безоблачную погоду можно увидеть около шести тысяч звёзд. Ночное небо усеяно звёздами различной величины, цвета, яркости. Давайте узнаем, как и почему светят звёзды. Звёзды – это небесные тела, раскалённые газовые шары, видимые ночью, как светящиеся точки. В отличие от планет и спутников, звёзды излучают свой собственный свет. Свет звезды зависит от её температуры. Красные звёзды – это самые холодные, умирающие звёзды. Жёлтые звёзды – горячие. Примером таких звёзд является наше Солнце. Температура белых звёзд на поверхности составляет 10 тысяч градусов. Самые яркие звёзды – голубые. Их температура – 30 тысяч градусов. Есть звёзды, размером и массой которых превышают Солнце в тысячу раз. А есть звёзды, которые меньше нашей планеты. Солнце сияет на небе ярче других звёзд, потому что Солнце – ближайшая звезда к Земле. Свет от Солнца добирается до Земли за 8 минут 20 секунд. А есть звёзды, свет от которых добирается до нас за тысячи лет. Самой яркой звездой на небе является Сириус. Древние египтяне узнавали, когда надо покидать берега Нила. Разлив реки совпадает с появлением на небе Сириуса. Древние римляне называли эту звезду каникула – маленькая собачка. Появление каникулы совпадало с жарким временем года, когда люди не работали и не учились. Сейчас слово «каникулы» означает перерыв в учебных занятиях. Каждая звезда появляется на небе в определённом месте и в определённое время. Поэтому много веков назад люди использовали звёзды как часы, календарь и компас. Мореплаватели и путешественники ориентировались по звёздам. Вы уже замечали, что звёзды расположены небольшими скоплениями. Люди разделили небо на 88 участков и назвали эти скопления созвездиями. Созвездия – это группа звёзд, расположенных определённым образом. Есть созвездия, получившие название животных – лисичка, орёл, дельфин, ящерица. Яркие звёзды созвездия лебедь образуют крест. У многих созвездий есть легенды. В давние времена у царя Леокона была любимая дочь Калиста. Калиста была очень красивой, и она решила посоперничать в красоте с великой богиней Герой, женой Зевса. Разгневанная Гера превратила Калиста в безобразную медведицу. Когда сын Калиста вернулся с охоты домой, на пороге дома он увидел дикое животное. Юноша чуть не убил свою мать. Зевс удержал руку юноши, а Калиста превратил созвездие Большой Медведицы и забрал к себе на небо. В Малую Медведицу была превращена любимая собака Калиста. В северном полушарии хорошо видны два созвездия – Большой и Малой Медведицы. Они представляют собой два ковша. Это созвездие Большой Медведицы. Это Малой. Так представляли эти созвездия на звездных картах. Эти созвездия получили большую известность благодаря звезде, которая находится на конце ковша Малой Медведицы. Это Полярная Звезда. Эта звезда указывает направление на север. Вот почему мореплаватели и путешественники назвали эту звезду путеводной, указывающей путь. Многие созвездия были названы в честь мифических героев – Персей, Андромеда, Геркулес, Орион, Кассиопея. Наблюдая за Солнцем, люди заметили, что оно движется по определенному пути – поясу. Этот пояс получил название Зодиак. Зодиак – участок неба, по которому совершается видимое годовое движение Солнца. Солнце проходит через созвездия. Таких созвездий 12. Овен, телец, близнецы, рак, лев, дева, весы, скорпион, стрелец, козерог, водолей, рыбы. Солнце бывает в каждом созвездии примерно месяц. Звезды сияют на небе постоянно. Днем мы не видим их, потому что солнечные лучи освещают нашу планету. Но стоит только Солнцу скрыться за горизонт, как над головой открывается великая книга природы – звездное небо. Только знающий человек сможет разгадать ее секреты. На этом наш урок окончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok